Программа модернизации здравоохранения в действии. В центральной районе больницы в Кольцово продолжаются масштабные изменения. Завершается реконструкция операционного блока. Уникальный оперблок будет оснащен самым современным оборудованием. Подобным оперирует пациентов только в клинике НИИТО. Появились новые помещения и технологические помещения, которые не было раньше. Это санпропускники, это система шлюзов, это система очистки воздуха, это подача системы жизнеобеспечения для работы операционных не с резеток, а через консоли сверху и газы и все остальное. Это просто уникальная технология, западная. Для больного это, во-первых, условия для работы хирургов, идеальные. Для больного это снижается риск заболеть. Для больного там появляются новые условия технологические для эндоскопических операций, для самих проведений, то есть более на высоком уровне можно проведать операцию. Это так же, как ремонт СТО в гараже или СТО, допустим, типовая, с оборудованием и так далее. То есть операционные тоже имеют определенные технологии, которые должны быть современно выстроены. И там это все присутствует. Капитальный ремонт ведется в детском отделении. Там меняют окна, двери, устанавливают пандусы. Все для того, чтобы маленькие пациенты чувствовали себя комфортно. Вот наши родители, наши дети, они очень внимательно смотрят, какое детское отделение. Но, конечно, с точки зрения санэпид-режима, может быть, отделки, оно уже резко контрастирует с той же поликлиникой, с той же хирургией или терапией, где идеально сделано. Сейчас мы ее поставили на капитальный ремонт. Мы попытаемся сделать отделку и формы, все, чтобы это соответствовало последним требованиям. Даже туалеты и душевые будут сделаны так, чтобы это были детские туалеты, детские душевые. Постараемся создать максимальный комфорт как для пребывания матери, так и ребенка. И не исключено, что в конце года с разрешением Министерства может быть открыт революционный центр для детей с детским церебральным параличем на базе детской больницы, где будут использованы вот эти наработки нашего Наукограда. Это, в первую очередь, это конный спортивный клуб у нас, вы знаете, так называемая ипотерапия. Это наши бассейны, которых нигде нету. Это наши прекрасные спортивные залы. А дети из районов области, они этой технологии не имеют. И вот областной реабилитационный центр на 15 коек, скорее всего, будет у нас. От этого выгодят и наши жители поселка. Мы тоже будем иметь достаточно сильную базу технологическую для реабилитации детей. Новшества произошли и в поликлинике. Там закончен ремонт. Будет введен еще один терапевтический участок, обслуживающий новый микрорайон. Приглашены на работу кардиолог, онколог, гастроэнтеролог. А на прием к врачу теперь можно записаться не только лично или по телефону, но и в электронной регистратуре на сайте. Мы одни из первых внедрили в области систему информационного обеспечения работы регистратуры. Вы знаете, что мы уже год работаем. И по приказу Министерства здравоохранения мы всего три больницы включены в новый пилотный проект, по новой программному обеспечению, по записи по электронной регистратуре. Но сейчас только отрабатывается, запускается эта программа, на нас обкатывается этот пилотный проект. Но это тоже положительно и плюс тому, что коллектив в нашей поликлинике очень опытный в этом отношении. И в то же время это и население наше продвинутое. Оно, может быть, более первое требует этого. И сегодня уже почти половина записи на прием идет вне регистратуры по электронной записи. Можно с любого места, с домашнего компьютера, с рабочего компьютера, с планшета можно записаться. В больнице появились новые современные рентгенаппараты – стационарный и мобильный. Его можно использовать прямо у постели больного. Ждут эндоскопическую стойку для гинекологических операций. Готовят помещение для компьютерного томографа. Все эти изменения позволят вывести уровень медицинской помощи в Наукограде на более высокий уровень. Наукоград ТВ специально для жителей Кольцова.